Икрая против невероятно сильного влёт 40, многократного чемпиона Казахстана по Блицу, Лазамата Утигалиева. Насколько я знаю, у него даже нет звания, он кандидат мастера, но там и в классику рейтинг сильно за 2400, а Блиц, по-моему, даже за 2600. И, к сожалению, интернет в некоторой степени подводит. Кого-то одного из нас, видимо, всё-таки меня, или, может быть, даже обоих. Страндийка разыграна. Какой-то вот вариант выберет Азамат, неизвестно. С6, видимо, Ферзе-5. Популярная линия. Ферзе-5 я обычно играю Д5, хотя знаю, что это не очень сильно, но здесь Д5 вроде как даже более напрашивается. Клон Д4. Ну, и слон Д7 просто Е4. Ну, в целом, у белых много пространства, это может быть сильно плохо для белых. Может не быть сильно хорошо, это другой вопрос. ЛФ4. С3, видимо, ответит соперник Е5, здесь ход конь Н5, правда, там. Да, поэтому просто ладей 1 в кассирю. Азамат возьмёт на Ж2, я так думаю. Король Ж2. Конь Д7. Да, ну, у чёрных комфортное достаточно расположение фигур. Ставлю ладят С1. Сделаю вид, что это какой-то рентген на Ферзе, хотя, конечно, в принципе, это ничего не даёт. Ну да. И соперника тоже не особо беспокоит. Аж 3. Пускай, конечно, в вариантах на Ж4. Такая странноватая профилактика. Ладей 8. Оба Сверлика не совсем понимают, что здесь надо делать. Что простых, ясных планов нет в позиции. Да, вроде как, бело должно быть нормально, но по ходу всё равно не видно. Попробую Б4, что ли. С идеей Ферз Б3. С5 я допускал, наверное, зря допускал. БС, конь С5, Е5, такая идея. Но что-то не выглядит очень хорошо, если честно. Попробую Е5. Может 5, Е6 уже, надо идти до конца теперь. На самом деле, конец может быть весьма близок. Хотя, есть свои нюансы. В принципе, пешку не теряю, а в основном Д4, ЕФ, например, или ФЕ, могут ДЕ даже пойти, и там, да. Ну да, с Роматой решил не связываться. Так, было пожёстче сыграть, Ф5. Зафиксировать эту структуру. ФЕ, теперь можно пойти ФЕ. Хотя бы сохраняя далеко надвинутую пешку. ДЕФ4, правда, исход неприятный. Подрезаю все фигуры сразу. Да, наверное, всё это очень хорошо для чёрных. Ну, конь Е2. ДЕФ4. Сыграй, конь Б3. Если удастся подменять активную фигуру соперника, позиция будет нормальной. Всё-таки пешка Е6 что-то должна значить. А в секунду шплях она будет напрягать. Как обычно, просел по времени. Очень сильный соперник, да ещё и приходится комментировать. Так, ладья как-то странно расположена. Не удастся ли её поймать? Наверное, нет. Да, но беда в том, что не было интересно, как он Ж3, из-за того, что там будет вилка в конце. Это обидно. Для хода Ф4, слон Ф4. Наверное, нет всё-таки. Это поведу второго коня, очередной, на Ф3. Пока висит конь Е4. Правда, я думаю, что Азамат вполне может отдать ладью за коня, там ферзи Ф8 сыграть, и мне будет стоить тяжёлая оборона. Правда, с лишним качеством. Но всё-таки так не сыгран. Ладья Ф4, конь Ф3. Не, ну это теперь уже нормальная позиция. Могу конь Ж3 пойти даже. Надо собрать, скорее всего. ФЖ, ладья Ф5 надо играть, иначе она потеряется. Там ещё конь Д4 с темпом добавлю. Потом ладья Ф1. Крайне мере, белые не проигрывают сразу. Ну и вообще у белых не хуже, скорее всего, ладья Ф1. Ферзь Д2 можно сыграть. Там Ферзь Д2 я сыграю. Е4 не страшно. Мне кажется, что так точнее, чем Ферзь Е2. Ну, в принципе, надо не иметь никакого значения, потому что сейчас просто просяду по времени уроню флаг. Как обычно. Так, у Е4. Ферзь Е3. Не вижу особых угроз. Конь Ф6 просто замат сыграет, но это... Можно даже Ж4 пойти. Если... Может быть, есть даже смысл какой-то момент протолкнуть Ж5 силой. Не стоило допускать Ферзь... Конь Е4, конь Ж4. Хотя там Ферзь Е4 ответ сильный. Допускать. Кто-то замат, интересно, почему. А, ну просто конь Е6, наверное. Конь Е6, тогда Ферзь Е6. Если Ферзь Е7, то взяли-взяли конь Е5. Так и сыграно. Да, но все равно конь Е5. Конь Е7. Теперь у белых просто выигранная позиция, поэтому я предложу ничью. Замат не соглашается. Е7. Грозит конь Е6. Видимо, надо играть ладья обратно, потому что здесь конь Е5. Белых совсем выигранная позиция, лишний конь. Король пошел вперед. Вряд ли что-то успею, конечно. Король все равно пошел вперед. Конь пошел назад, теперь ладья Ж1 хочу. Или может король Ж6, ладья Ж1 дают сыграть. Завели. Заправили на Б7. Заправили на Д6. Да, даже вечный шаха тут не успею дать. Видите, конечно, тоже неловко комментировать. А, ну все-таки белые просрочили время, но забавная концовка. Думаю, что выложу эту партию. Всем спасибо за...